Клубника Гигантела на даче. 10 июля 2015 года. Кто из нас равнодушен? Равнодушен к ароматным и сочным ягодам клубники. Таких людей наверное мало. Из этих ягод делают всевозможные десерты, варенья, жилья, компоты, включают их в состав салатов и коктейлей. Именно поэтому клубники много просто не бывает. По этой причине особой популярностью клубника Гигантела, которая своими размерами полностью соответствует названию. Описание сорта клубники Гигантела. Главной характерной чертой ягод указанного сорта выступает их размеры, соответственно, масса. Она достигает 100 грамм. Гигантела выведена селекционным путем. Ее легко узнать по следующим признакам. Мякоть ягод сочная и плотная. Вкус насыщенный. Сладкий, с легкой, едва ощутимой кислинкой. Время созревания ягод. Конец мая, начало июня. А первые цветочки можно увидеть уже В первых числах мая, форма плодов правильная, неровности, как правило, отсутствует. Данный сорт очень любит влагу, поэтому требует частого полива, характеризуется отменной транспортабельностью. Это означает, что при транспортировке ягодки клубники Гигантела не пострадает и сохраняет свой первоначальный вид. Сорт достаточно стойк к различного рода заболеваниям, характеризуется и значительной морозоустойчивостью. Главная особенность ухода за клубникой Гигантела для того, чтобы Гигантела отмена плодоносила, в первую очередь, необходимо правильно выбрать почву. Она должна быть суглинистой и иметь нейтральную кислотность. Поскольку кусты Гигантела крупные и имеют свойство разрастаться, то более 4 на грядку размером в 1 квадратный метр сажать не стоит. Также при высадке саженцев клубники Гигантела стоит отдать предпочтение солнечной поляне. При соблюдении данного условия ягоды весьма быстро созревают. На начальном этапе применяют, как правило, калийные и реже фосфорные удобрения. Недопустимо использование азотосодержащих удобрений. На второй год плодоношения рекомендуется применять аммиачную селитру. После внесения в почву удобрений следует систематически осуществлять полив почвы. Теперь рассмотрим, как правильно ухаживать за Гигантелой. Ранней весной, как только сошел последний снег, необходимо с особой тщательностью обработать кусты. Для начала удаляют сухие листья, а затем вокруг кустов раскладывают салону луковую шелуху и вою. Производят подкормку минеральными удобрениями не более двух раз в течение сезона. Чтобы клубника лучше плодоносила, следует постоянно удалять усики, которые негативно влияют на плодородность куста. Гигантелу также стоит обрабатывать специализированными средствами от вредителей. Каждый год в почву рекомендуется вносить компост. Собирать ягоды клубники необходимо по мере их созревания. При обильном поливе нужно следить, чтобы ягоды не начинали гнить. В этом случае следует уменьшить частоту поливов. Ягодки, которые подгнивают или на поверхности которых возникают повреждения, как правило, в результате болезни растения, стоит сразу же удалить, поскольку имеется риск заражения соседних кустов. Игнорируя данную рекомендацию, вы можете потерять растение. Дело в том, что дополнительные листики защищают его в период сильных заморозков, предупреждая гибель из-за низких температур. Средний срок, в течение которого клубника этого сорта плодоносит, составляет 8 лет. Но, если вы заметили, что отдельные кусты пропали или же стали хуже плодоносить, требуется обновить посадку. Обычно это делают через 3-4 года после начала плодоношения гигантеллы. Некоторые садоводы отмечают, что усы клубники можно не удалять. В таком случае через некоторое время они укореняются и дальше не размножаются. Таким образом, грядки образуют своеобразный ковер, который позволяет удерживать влагу в прикорневой зоне. Семена клубники гигантелла Можно ли вырастить полноценные ягоды? Этот вопрос является весьма спорным и однозначного ответа дать на него просто невозможно. Если попытаться собрать семена со спелых ягод в домашних условиях, то, скорее всего, крупных ягод вам вырастить не удастся. А вот если вы приобретете семена клубники гигантелла в специализированном магазине, то надежда получить полноценное урожай все-таки имеется. Но такой способ разведения клубники не всегда оправдывает ожидания садоводов, поэтому для тех, кто не привык рисковать, лучше будет приобрести саженцы и ежегодно их рассаживать, увеличивая плантации клубники. Многие садоводы и любители отмечают, что зачастую при посадке клубники гигантелла семенами плоды получаются мелкими, что, в свою очередь, не соответствует основным характеристикам сорта. Описание сорта клубники гигантелла Мякоть ягод сочная и плотная, вкус насыщенный, сладкий, с легкой, едва ощутимой кислинкой, время созревания ягод, конец мая, начало июня, а первые цветочки можно увидеть уже в первых числах мая, форма плодов правильная, неровности, как правило, отсутствует данной. Сорт очень любит влагу, поэтому требует частого полива, характеризуется отменной транспортабельностью, это означает, что при транспортировке Ягодки клубники гигантелла не пострадают и сохранят свой первоначальный вид. Сорт достаточно стойк к различного рода заболеваниям, характеризуется и значительной морозоустойчивостью. Главные особенности ухода за клубникой гигантелла Для того, чтобы гигантелла отменно плодоносила, в первую очередь, необходимо правильно выбрать почву. Она должна быть суглинистой и иметь нейтральную кислотность. Поскольку кусты гигантеллы крупные имеют свойство разрастаться, то более 4 на грядку размером в 1 квадратный метр сажать не стоит. Также при высадке саженцев клубники гигантелла стоит отдать предпочтение солнечной поляне. При соблюдении данного условия ягоды весьма быстро созревают. На начальном этапе применяют, как правило, калийные и реже фосфорные удобрения. Недопустимо использование азотосодержащих удобрений. На второй год плодоношения рекомендуется применять аммиачную селитру. После внесения в почву удобрений следует систематически осуществлять полив почвы. Теперь рассмотрим, как правильно ухаживать за гигантеллой. Ранее весной, как только сошел последний снег, необходимый с особой тщательностью обработать кусты. Для начала удаляют сухие листья, а затем вокруг кустов раскладывают солому, луковую, шелухую. Производят подкормку минеральными удобрениями не более двух раз в течение сезона. Чтобы клубника лучше плодоносила, следует постоянно удалять усики, которые негативно влияют на плодородность куста. Гигантеллу также стоит обрабатывать специализированными средствами от вредителей. Каждый год в почву рекомендуется вносить компост. Собирать ягоды клубники необходимо по мере их созревания. При обильном поливе нужно следить, чтобы ягоды не начинали гнить. В этом случае следует уменьшить частоту поливов. Ягодки, которые подгнивают или на поверхности которых возникают повреждения, как правило, в результате болезни растения, стоит сразу же удалить, поскольку имеется риск заражения соседних кустов. Игнорируя данную рекомендацию, вы можете потерять растения. Дело в том, что дополнительные листики защищают его в период сильных заморозков, предупреждая гибель из-за низких температур. Средний срок, в течение которого клубника этого сорта плодоносит, составляет 8 лет. Но, если вы заметили, что отдельные кусты пропали или же стали хуже плодоносить, требуется обновить посадку. Обычно это делают через 3-4 года после начала плодоношения гигантеллы. Некоторые садоводы отмечают, что усы клубники можно не удалять. В таком случае через некоторое время они укореняются и дальше не размножаются. Таким образом, грядки образуют своеобразный ковер, который позволяет удерживать влагу в прикорневой зоне. Семена клубники гигантела. Можно ли вырастить полноценные ягоды? Этот вопрос является весьма спорным и однозначного ответа дать на него просто невозможно. Если попытаться собрать семена со спелых ягод в домашних условиях, то, скорее всего, крупных ягод вам вырастить не удастся. А вот если вы приобретете семена клубники гигантела в специализированном магазине, то надежда получить полноценное урожай все-таки имеется. Но такой способ разведения клубники не всегда оправдывает ожидания садоводов, поэтому для тех, кто не привык рисковать, лучше будет приобрести саженцы и ежегодно их рассаживать, увеличивая плантации клубники. Многие садоводы и любители отмечают, что зачастую при посадке клубники гигантела семенами плоды получаются мелкими, что, в свою очередь, не соответствует основным характеристикам сорта.